Все о здоровье сердечно-сосудистой системы. Во взрослой поликлинике прошла лекция врача-кардиолога Мурада Таибова. В роли учениц участницы местного отделения Союза Женщин России. Это стало возможно в рамках проекта «Линия жизни». Мы придумали такой проект, мы это именно местное отделение Союза Женщин России, что мы будем совместно с нашей клинической больницей осуществлять проект под названием «Линия здоровья». Вот в течение года будут проведены ряд встреч с ведущими специалистами. На встрече, которая продолжалась более полутора часов, врач подробно рассказал о грозном диагнозе гипертония, о новшествах в его лечении и профилактике и еще раз напомнил о том, как важно вести здоровый образ жизни. Основных рекомендаций всего четыре, главное их соблюдать. На первом месте правильное питание, разумеется, отказ от алкоголя и курения, минимизация стресса и движения. Побольше движения. Малоподвижный образ жизни – это друг современного общества, сидение перед телевизором, но здесь так же. То есть вот как курение сказывается практически на всех системах, то же самое малоподвижный образ, то есть не работает ничего. То есть застой, скажем, совсем если базар на крови, набор веса, плохая трофика и так далее. Врач отметил, что при появлении таких симптомов, как головные боли в ранние утренние часы, кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма, ухудшение зрения и звон в ушах, надо не затягивая обратиться к врачу. И, конечно, для гипертоника жизненно важно правильно и вовремя измерять давление. Мы узнали новое, очень понравилась лекция, была полезной, узнали про правильное питание для здоровья. Обязательно буду следовать всем советам врача. Очень много женщин подвержены гипертонии, и поэтому нужно всегда знать, во всяком случае, чтобы вовремя обратиться к врачу, предотвратить какие-то последствия, которые беспокоят. И это самое главное, я считаю. У нас на постоянной основе существует несколько школ. Мы регулярно, это школа сахарного диабета, совсем недавно открылись еще школа кардиологии и школа остеопороза. Туда приглашаются пациенты для вторичной профилактики, то есть это пациенты, которые уже имеют хроническое заболевание. Мы отвечаем на все интересующие их вопросы, мы вместе проводим тестирование. Посетить подобные встречи может каждый желающий. И все вопросы к вашему терапевту.